Это радиология, химия, терапия. И мне, конечно, сожгли желудок, кишечник, все было нарушено. То есть я не все могу есть, не все могу пить. У меня появилась непереносимость глютена, лактозы, в общем, очень ограниченных питаний. Но, тем не менее, пеку тортики. Все спрашивают, почему такая худая, и тортики пеку. Ну, потому что я не могу это даже попробовать. Вот, и вот так случился этот приступ. Я все заказы отменила. И какой-то вот воле судьбы, по воле Божьей, заказ Алены я пропустила. И вот двое суток я была в таком состоянии, это рвота, вот, желчи, поносы, страшные боли в желудке, в общем, непередаваемые. Давление, высокая температура. И только более-менее отнималась двое суток, я ничего не ела, не пила. И вдруг вижу сообщение от Алены, что в 3 часа мы забираем торт. И меня как будто вот кипитком ошпарило, думаю, боже мой, надо успеть. Я быстрее взяла себя в руки, короче говоря, и спекла торт. Мне Алена потом звонит и говорит, я пишу, а вы мне что-то ничего не отвечаете. Я говорю, вот такая ситуация, но я успеваю. Вот, в общем, назначенное время Алена приехала, уже торт был готов. Все, и мы разговорились, и она говорит, а я знаю такой препарат, я давно с ним познакомилась. Ну, может, вам помочь с желудком. Я такая говорю, да, я, наверное, соглашусь. Алена мне скинула несколько видеороликов. Я просто посмотрела эти видеоролики. А в данный момент еще у меня страшное, высокое давление было за 160. То есть я просыпаюсь, утром у меня 160-170. Я понимаю, что совсем все плохо. Я Алене пишу, говорю, Алена, я согласна. И тут, как назло, еще две недели препарат ждала, а потом еще в сдеке какая-то проблема была. Я уже была готова за любые деньги купить, чтобы хотя бы начать пить. И, о чудо, в общем, препарат поступил. Я начала его пить. То есть поначалу у меня была обратная реакция. То есть у меня пропал сон. То есть я проснулась в три часа ночи, спать не хочу. На следующий день я вообще уснуть не могла. Но потом на шестой день я стала замечать, что у меня стало нормализоваться давление. То есть если я просыпалась раньше 160-170, то тут у меня уже 140-132. А в обед оно само себе как бы регулировалось, становилось даже ниже, чем нужно. Но таблетки по давлению я продолжаю пить. Потом стала замечать, что у меня, если у меня настолько был нарушен кишечник, я вам передать не могу, я даже порой боялась витянуть, потому что у меня началось даже, до такой степени дошло, что самопроизвольное кало выделений. То есть я даже не контролировать стала этот момент. И тут я стала замечать, что у меня стало все нормализоваться. На шестой день произошла чистка кишечника. Я приехала в сад, я просто не могла выйти в туалет. Только выйду и обратно, только выйду и обратно. И потом стало так комфортно, и с тех пор я теперь в туалет хожу один раз. И как бы так комфортно все. И самое интересное, что я столько лет не могла даже поесть ни ягод, ни фруктов. И тут поспела как раз клубника. И потом съем одну ягодку, съела, и все нормально. Я давай пять ягодок нормально. А вчера просто оторвалась. Ела столько, что вообще. Просто хочу, хочу, хочу. И абрикосы ела. И все отлично, просто замечательно. Утром проснулась, давление 122. Здесь все нормально, давление нормально. А, еще ноги у меня были. Вот как у слона стали отекать, потому что я весь день на ногах. Торти кипяты иногда с 6 утра до 3 часов ночи. Бывает даже такой, особенно Новый год. И пришла ко мне терапевт моя, она заказывала торт. Я пожаловалась ей в тот момент. Говорю, у меня так отекают ноги. Показываю, что суставы раздулись и ноги, как у слона. Она говорит, надо пить препарат. Надо меньше на ногах, надо уйти вверх, там по 15 минут. Когда я обратилась в аптеку, да, за этим препаратом, то моя знакомая аптекарша сказала, ты что, у тебя желудок, такая проблема. Ты еще усугубишь свое положение. Я стала носить эти ортопедические носки, чтобы хоть как-то стягивать. И тут я стала пить этот препарат. Я стала замечать, что ноги у меня стали... Ну, да, я 2 килограмма сбросила, правда. Может, за счет того, что ноги стали нормальные, не стали опухать. И суставы стали нормальные. Ничего не болит, нигде не отекает. Я еще не пила артролайн. Я только пью магний и вот начала пить еще паразитарку. Паразитарку стала пить, заметила, что я не хочу сладкого. То есть, если до этого я хотела прям пирожного, торты, водмороженные, то сейчас я как-то стала равнодушна. Вот маразитарку начала пить. Я пью недавно, пью где-то 3 недели. И уже такой результат для меня, это просто лучшок. Я всем рассказываю, все удивляются. Знакомых меня очень много, которые в то время, когда меня в 2012 году признали онкологию, мне ведущий специалист нашего онкологического центра вообще не давала шансов на жизнь вообще, от слова совсем. То есть, когда я пришла и спросила, что у меня нет шансов, она сказала, ну, вы сами все знаете. То есть, не дала шансов совсем. А я сказала, я буду жить. Я по жизни человек оптимист, я никогда не попадаю в панику, я всегда верю в лучшее. Может, поэтому мне Боженька дает возможность жить. Спасибо вам.